Глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал протестную акцию жителей Кайкенского района. На общем собрании Ассоциации Совет Муниципальных Образований Республики он обратился к присутствующим, отметив, что данные проблемы с газом – ничто иное, как следствие безответственного отношения к работе в районах и муниципалитетах. Один разрешил построить теплицу, другой не проверил, третий не принял меры и вместо 11 соток гектара. Третий и четвертый и пятый не посмотрел, а что с ГРС, а как система организована подачей газа, а оказывается это не закольцованная, а тупиковая линия. И что будет там, на краю, вот кто живет? Кто подумал об этом? Кто? Чего вы ждете? Я об этом должен думать. Вы все руководители. Почему не думают? Почему люди у вас вышли? Потому что вы не слышите, не способны решать задачи. Из-за систематических перебоев с газоснабжением в Каякинском районе жители накануне вышли на акцию протеста. Обострилась ситуация из-за резких холодов. Протестующие попытались перекрыть федеральную автодорогу Ростов-Баку. Выяснилось, что причина перебоев с подачей газа связана с работой тепличных хозяйств, где норма потребления газа попросту не рассчитана, а расход большой. Вы понимаете, что такое, когда люди идут на дорогу? Это значит вам ноль оценка. И мне тоже. Я не раздавляю. Я очень прошу, задумайтесь над этим. Кроме того, глава республики отметил, что совсем скоро истекают полномочия глав 24 районов Дагестана. И в этой связи Васильев рекомендовал основательно подготовиться к предстоящим выборам, но не исключил, что с кем-то придется попрощаться. И главным экзаменом для глав муниципалитетов станет показатель собираемости транспортного налога. В 2020 году необходимо собрать в этой сфере 1,2 млрд рублей, и главы должны активно этому содействовать. А иначе, как отметил глава Дагестана, будет действовать принцип «незаменимых людей нет». Продолжение следует...